Срок жизни литий-ионных аккумуляторов измеряется количеством циклов полного разряда и составляет от 400 до 600 циклов для высококачественных аккумуляторов. Для увеличения срока жизни аккумулятора его следует ставить на зарядку, когда телефон или ноутбук предупредит вас о низком уровне заряда. Обычно это 10-15%. Соблюдение данного правила позволит вам увеличить срок службы аккумулятора до 800, а то и 1000 циклов заряда. Цикл заряда – это трата 100% заряда. И неважно, каким образом. Либо вы потратите 10% и снова зарядите до 100 и так 10 раз, либо за один раз разрядите до 0 и зарядите до 100%. Это тоже будет считаться одним циклом. Но если пользоваться аккумулятором таким образом, то использовать вы его будете минимальное количество циклов. Лучше всё же ставить на зарядку при 10-20%. Фраза дедушек и бабушек, что нужно разряжать до нуля, а затем заряжать до 100% устройства после покупки, давно уже потеряли актуальность. Потому что если бы это нужно было делать, то как вы думаете, производитель не делал бы это уже на заводе? На самом деле проделывать процедуру полной разрядки и зарядки нужно, но всего один-два раза в месяц для калибровки датчика, который показывает заряд в процентах на экране вашего устройства. Путаница произошла из-за того, что раньше использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал эффект памяти. Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и всё же стоит разобраться, как ими правильно пользоваться, чтобы продлить срок их жизни. Подзаряжайте устройство регулярно. Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до нуля. Лучше регулярно подзаряжайте его. Сейчас вы видите таблицу зависимости количества циклов зарядки, срока службы аккумулятора, от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу, мы видим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20. Второе. Не оставляйте устройство на зарядке. Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40 до 80%. Так что, по возможности, держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке. Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите свое устройство заряжаться на ночь, то используйте специальные энергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов. Третье. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%. Полный цикл разряда заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов эта функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства, полный цикл разрядки зарядки, чтобы показания оставались точными. Четвертое. Храните устройство в прохладном месте. Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной табличке вы видите зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях. Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ион аккумулятор все равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нем не заботились. И даже если ваше устройство просто пролежит все это время на полке. В общем, не переусердствуй. Продолжение следует...